Валерий Костин, здравствуйте! Заложил на сольфикацию кочку слива и вишни. Сделал термостат, чтобы пищал при долгом открытии дверцы. Ну, это, конечно, перебор. И узнал, что температура на каждой полке своя. Причём, при сейчасом открывании различается на 5 градусов. Ну, это солидно. А при работе компрессора на 7. Подскажите оптимальную температуру для сольфикации. Собираюсь высаживать в конце апреля. Смотрите, вот это вы мне прислали фотографии. Вот тут бананы я вижу. Вот сольфицированные эти вижу. Я не знаю, что такое цифра 15 или минус 15. Наверное, раз бананы лежат, это не морозилка. Может быть, термостат, по идее, должен поддерживать температуру. Цифра, почему минус 15, если на неё вообще не обращать внимание, тогда я скажу общими словами. У дальней стенки, где обычно, я беру современные морозильные холодильники, в дальней стенке там прям и не лежит. Если туда банку прижимаешь, то там вглубь банки, где песочек, где косточки, туда проникает мороз. Он не убивает ещё. Это там минус 1, минус 2. Они просто замирают и могут так лежать даже с осенью. Но эта банка-то с этой стороны, эта же банка, будет иметь, допустим, плюс 5. Видите? Даже в одной банке невозможно сохранить оптимальную температуру. Тогда выбираем, что. Ну, наверное, если вот это вот, у вас такая же стенка дальняя морозит, как у меня, давайте от него отодвигать. Ну, так, чтобы, ну, то есть, такому дотошему человеку легко будет разбираться с этим. Короче, чтобы хранилось 3 и более месяца, то есть плюс 1-2. Допустим, вы собираетесь, а отсчёт идёт тогда, в апреле высаживаю. Значит, в феврале начинаете статификацию, но при температуре 3-4 градуса. И то она касается не всех. Каждый раз, когда я назвал чифры, кто-то сейчас записывает там, компенсирует, а где-то 7-8. А на практике, оказывается, наоборот. Где было пониже, а зашли, а тут нет. Есть индивидуальный разброс, так называемое расщепление свойств у семян. Индивидуальное. Это научное слово, я его редко применяю научное. Я их заменяю своими. Вот. Ну, пусть будет научное. Расщепление свойств. Одно из них, свойств эти, которые расщепляются, это значит, что сходит полы на косточек, допустим, а вторая нет. Этой хватило влаги, а той влаги не хватило. Уже почему? Они уже, вот там идёт уже борьба, вот в этой самой... Наверное, человек, да то, что он, наверное, знает мои эти самые призывы, носит побольше ёмкость, чтобы в каждой косточке, она в весной начнёт просыпаться, сейчас лежит ещё и лежит, слегка сырой песок, ничего не делается. В весной поступает сигнал с неба, вот чем плохо холодильник, он этот сигнал искажает. С неба. И вдруг раз, косточка весяток, чпок, и лопаться. Хватило влаги, хватило тепла, лопнуло. Чуть-чуть больше влаги, чуть-чуть больше тепла, сгнило. И как добиться, чтобы было сто? А, и ста. А мне такие приходили, рассказывали. Вот. Ну, приезжали собака, даже фильмы видели, да. Или, например, в этих, не только в фильмах, там, прислали фотографии. Школка, смотришь так густо, что действительно веришь, сто из ста. Вот. Умудряются же так. Но всё равно не у всех. А у других было, в случае, не одного. Начинаешь пытать, делал всё тоже. Температура плюс 3-5. Сырой, говоришь, так, чтобы когда сжимаешь, чтобы он вот так вот, кусок этого песка не рассыпался. И в то же время, чтобы мокрый не был. Я уж по-всякому пытался. Сделал, это очень важный момент, поэтому я продолжу. Сделал я в СССР сертификацию слив. Пора была, в середине января, так. Была пора, мы сделали. Вот. А у меня песок, а у него своя консистенция, укажу песка. То есть, когда ты брал песок, этот самый, в речной, делал 7 к 1, то есть, по объёму. Всё нормально. Тут попробовал, 7 к 1, вроде сухо, попробовал 5 к 1, вот. Сделали мы, ну я-то, мне не надо, каждый раз мерить, пощупал, и всё, ага, годится. А, тут же получаю письмо, а там фотография, кого-то из вас, друзья, кто меня сейчас слышит, а там фотография, он сделал 5 к 1, 1 к 1, а там, этот, конденсат, капельки конденсата, прямо на этом, прямо в холодильнике стоял, и конденсат. Это о чём говорит? 5 к 1 для него оказалось сильно много. Наверное, надо было бы у неё песок, 6 к 1 или 7 к 1, а вот с 8 к 1, консистенция другая, и вот получается, я-то на ощупь, поэтому я не попадаюсь. А попробуй подскажи, а нам пишешь 5 к 1, тире 10 к 1, у одних не взойдёт, потому что сухо, а у других, потому что сильно мокро. Вот. И получается, что наша песня хороша, заказывайте больше, иначе можно год потерять. Ну, извините, это уже не это. У меня не так много абрикосов и косточек в этом году, поэтому я не навязываю даже. Я и черенки не рекламирую, заметили? Вот. Потому что деревья калечу. Анекдот. А это наш друг, который это написал про свои наблюдения, видите? Вот. Вот же анекдот прислал. Идёт мужик мимо военной части и слышит странные крики. Зелёным вверх! Вверх зелёным! Я сказал зелёным вверх! Мужику стало интересно, нашёл дырку в заборе. Смотрит, и там прапочки деревья сажают. Ну, вспоминаем, да? Наш уровень подготовки.